Всем добрый день! Сегодня 19 марта. Мы с вами находимся на участке с озимым ячменем. Сегодня третий день после того, как у нас прошли заморозки. Заморозки у нас были до минус 6, минус 7. Но глядя на поля с озимым ячменем, сердце сжимается и охота просто плакать. Потому что здесь были все минус 10. Ячмень начал активно вегетировать. И смотрите, во что это все превратилось. Я уверен, что у вас тоже такие проблемы, кто занимается сельским хозяйством. Вот такая вот ситуация. Ячмень превратился в солому. Просто в солому. Ну, что ты будешь делать? Давайте его вырвем, посмотрим. Вот. Корневая система еще не полностью в сухом здесь находится. Немножко еще почва влажная. Ну и ячмень, конечно, в катастрофическом состоянии. Сейчас неудобно. Я без камеры разворачивал, смотрел. Все наружные листочки, они погибли и будут отмирать. А тот листочек, что внутри, он еще живой. Там еще остались живые хлоропласты, хлорофилл. Еще немножко что-то похожее на живые ткани. Будем надеяться, конечно, что корневая система, как будет тепло, включится. И вегетация возобновится. Но уже на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, какой это урон, какая потеря урожая, какой получили растения стресс. По-любому сейчас будет, даже если колос будет выходить, то уже наполовину, а то и процентов на 60 меньше. Что же нам делать? Звонили специалистам. Что говорят специалисты по этому поводу? Ну, конечно, мы сами это все прекрасно понимаем. На данный момент на листовую поверхность носить что-то типа аминокислот не советуют. Подождать немножко, чтобы началась вегетация, чтобы появились новые молодые листочки. И тогда пробовать аминокислоты, янтарную кислоту, фульвокислоты вносить, для того, чтобы выводить растения со стресса. И вот на этом же участке у нас есть ячмень на орошении и ячмень без орошения. Тот ячмень, который без орошения, ну, процентов, наверное, на 70 погиб. А тот ячмень, который под орошением, но еще в 20-м году мы его не поливали, а поливали его еще в октябре-ноябре 19-го. Тут, конечно, ситуация немножко лучше. То ли за счет того, что он развился с осени лучше, то ли мороз так проходил. Но здесь растения более живые. Еще хоть какой-то тургур сохранился на листах. хоть какой-то есть клеточный сок. Потому что там, где площадь у нас без орошения, там, конечно, вообще все печально. Полностью солома, полностью. Полностью. Вот такое вот лотерея сельское хозяйство, агробизнес. Ну, не будем расстраиваться. Подождем, посмотрим. Может, перепадут небольшие дождики. Включится корневая система и может что-то изменится. Но то, что урон нанесен колоссальный, это факт.